Здравствуйте, дорогие друзья, это Момент Истины, я Стас Симонов, у нас в редакции главный редактор Момент Истины Евгений Гнеушев, и поговорим снова о Санкт-Петербурге, миллиардное или миллионное наследство. Сейчас уже толком и не понять, сколько там денег осталось. Это вся та же самая тема. Это Васильев, наследство которого продолжают дербанить. До наследников еще пока ничего не дошло, кроме проблем. Евгений, как ты считаешь, что там происходит? Дербанят наследство, оно тает, как снег по весне. Все меньше и меньше становится. Масса наследственная. Ну, может, посмотрим то, что мы сняли в Санкт-Петербурге. Давайте. В 19 веке Александр Грибоедов написал замечательную пьесу «Горе тьма». Ее изучают в средней школе. В 21 веке уже нет Грибоедова, но мы надеемся, найдется талантливый автор, который напишет пьесу «Горе от наследства». Ее тоже будут изучать в средней школе. Май 2014 года. Известный санкт-петербургский бизнесмен Арчиком Викторович Васильев гибает в авиакатастрофе в Ленинградской области. Вертолет по его управлением разбивается. С этого и начинается история о судьбе наследства и участи наследников. Длинная череда странностей, необъяснимых действий, фантастических ситпаций, вращающихся в реальный детектив. В этой истории присутствует все. Фантастические суммы, странные решения суда, рейдерские захваты, братки из 90-х, неизвестные наследники и силы, способные уничтожить уголовное дело, находящееся под личным контролем председателя СКР Бастрыкина. И все это происходит прямо сейчас, в наше с вами время. Мы готовим большой материал по этому делу и пристально следим за развитием событий. В апелляции будет новое решение. Вымогательство сотрудникам полиции денежных средств, который, соответственно, утверждал, что может принять решение. Я говорю, Ирина Сергеевна, вообще кошмар и ужас. Не поверил, что такое может происходить в наше настоящее время с нашими органами. Такого не может быть, потому что такого не может быть никогда. По данному факту уголовное дело в настоящий момент рассматривается Выборгским районным судом. Везде, куда можно было написать, я везде написала, пытаясь возбудить уголовное дело. Заказать 3 миллиона евро в обменнике, не помню в каком. Этих людей, которые сфальсифицировали расписку. Сотрудника полиции задерживали сотрудники ФСБ. Вы увидите, что это не его подпись, и я подозреваю, откуда взялась это не его подпись. Почему сотрудники полиции не запросили биллинги, как это сделали сотрудники ФСБ? Было записано видеообращение к Александру Ивановичу. Проверку по данному поводу должен проводить Следственный комитет. Мы провели еще одну почерковическую экспертизу. Доверители обратились к Александру Ивановичу, пострюгину. Экспертные организации, рога и копыта, непонятно где, непонятно с привлеченными какими-то экспертами. В последующем было возбуждено уголовное дело. Мне стали звонить через посредников всякие люди и говорить, что мои оппоненты туда тоже зашли с коммерческими предложениями в размере 6 миллионов. Она нам все равно сказала убрать. Либо вы дайте, либо мы возьмем со злодеев. Между тем весь город знает об этом деле и только лениво не приложил к нему руку. Остается задать вопрос, можно ли добиться справедливости в суде или Петербургский суд только способен закрыть уголовное дело по факту мошенничества, находящийся под личным контролем председателя СК РФ Пострыкина. Мы готовим большой материал по этому делу и будем следить за судьбой несчастных наследников. Вы знаете, в последнее время, если заметили наши зрители, мы очень часто говорим про Васильева. Васильев это тот предприниматель, который разбился на самолете. Это понятно. Почему мы о нем говорим? Потому что дело очень сложное и оно многосоставное. Там и кто там замешан? И следственный комитет, и суд, и приставы, и МВД. Там же было уголовное дело заведено. Кто смотрел фильм, там был на одного из оперативников, который просто прямую говорил, дайте денег, решим вопрос. Таких решальщиков там очень много было. То есть, все службы, которые могли поучаствовать в этом конфликте, они поучаствовали. И как доходят до нас определенные слухи, не без пользы. Для определенных работников, для финансового благоволучия определенных работников этих служб это прошло с пользой. А в пролете остаются законы наследники. Только из-за того, что это дело очень сложное и длиться оно еще будет. Разобраться в нем вот так вот с первого раза тяжело. Вот правда, когда просто мы услышали эту историю первый раз, там понять, кто тут дети какие-то, тут еще какие-то дети внебрачные. Потом тут еще какие-то бородатые, непонятно, откуда же взявшиеся. В общем, там все смешано. И об этом деле все, кто в Питере, скажем так, занимается, по профилю занимаются подобными делами, они слышали. Потому, что длится оно уже давно. И там поучаствовали, как я уже говорю, все. И еще... Ну, надеемся, что судьи не в доле, судьи не поучаствовали, они примут важное решение. Главное, правильное, законное решение. Будем следить за этим делом.